я вообще нужно ходить в эфир каждую неделю говорят профессионалы но я как-то не знаю что говорить хотя мне говорит знаете раз мне любую тему дай добрый вечер мне любую тему да я буду говорить что-то я не выхожу очень как-то сегодня устала у нас похорон за похороном городе и как-то такого настроения особого нет да я в тик ток я не знаю его открыла карита ванес вы по моему мне они зарегистрировали они а я даже нет на русском языке или на английском на латинском каком языке не знаю что удобно просто вы заходите там конкретные вот эти советы мои прям подряд идут я стараюсь до двух минут до пяти минут как-то опубликовать их что она дает и нашу даете кто я не знаю я думаю я не буду же отставать мотать и не буду что-то мне такое кстати идет если кому надо идет набор на мастер-шеф на аматоры идет на но если кто-то хочет себя попробовать мастер-шеф в этой передаче то вы можете написать зайти даже на сайт там есть там в короче есть координаты и у многих многие могут поделиться там что пробуйте себя при при пойдете в этот детский нет в лагерь окажетесь в лагере я очень немножко расстроилась когда услышала президента нашего он говорил что он как-то пример привел пример израиль я думал капец приехали израиль всю жизнь воюет и этот может я неправильно поняла я не знаю но мне не понравилось мне не понравилось то что он привел пример израиль на канале массе чук вы можете послушать его интервью я не общаюсь с теми кто живет в россии у меня там есть близкие друзья как-то так и они смотрю побаиваются побаиваться осторожней потому что видимо это тоже все просекается вот такой пояс красивый вот так вот до сих пор мне пишут насчет вот этого этого случая в днепре я уже о нем забыла вот как жизни бывает то что сегодня значима завтра вообще может никому не нужно и все был человек и умер и все вам где такая причастка носите чаще да зато тоже нравится я сегодня пошла в одно место хотела мне уже найти это мой цвет седой но там сзади есть немножко черный цвет ну к чур темно-русый цвет мой и я в одном месте пошла к и вот разброс очень большой цен в одном в одной парикмахерской мне сказали что будет это 600 гривен стоить автор вы сказали 150 200 а ну то есть где 600 это их краска а там где 150 ответы не надо меня ары пишу клиника не хочу никуда ехать такая погода что хочется пройтись они на машине ехать и вообще у араика же машину за тла нас или еще какая-то надо если был бы мерседес ты бы поехала куда нет хорошо при хороших машинах я никуда не ехала я любила сесть на автобус поехать потому что когда я приехала сюда мне очень не хватало общественного транспорта здесь же нет общественного транспорта нас городе то мне то мне хочется пройтись это я навряд ли пройдусь потому что я очень устала нету вот нет вот нет такое подъема это видимо наверное за войны да это из-за войны из-за переживаний нет подъема и меня немножко знаете какая ситуация волнует что все-таки все меньше и меньше больше людей стали избегать войны в том плане что они стали уезжать как-то уже разговоры такие идут что а что там люди которые там сидят за рубежом а чё они не приезжают а почему они не воюют такой очень что здесь прямо все бегут нет скажите вам у меня тревога что пить нам знаете очень хорошо что помогает сазада мы недавно для себя открыли корвалол серьезно говорю он так сильно успокаивает просто кроволол вот потому что если глицин лицин вот эти все такие которые рекламируют они не особо и помогают если честно это не то что я пила не какой-то момент я пила вообще ноль было это когда я пила когда я еще училась я помню только они вошли все глицины всякие вообще ноль вот что пьешь что не пьешь мне кажется надо какие-то травы попить корвалол очень хорошо помогает мое время пила когда училась борьба барбовал ядерная смесь такая этот барбовал но тем не менее она хорошо она она так помогает дается вам по голове у сразу такая становится спокойно и сейчас ухожу я просто на всякий случай включила вот так что видите корвалол а еще лучше просто знам понимать что ну-ка тревожить чего может быть просто понимаешь мы так все временно здесь находимся на этой земле ничего мы сами если мы не можем повлиять на какую ситуацию то абсолютно не стоит переживать вот как надо подумать даже ситуации и сама себе просто что я не могу поменять значит мне нужно ее пропустить вот такой пофиги запустить я мне это он очень часто мне часто вот мой пофигизм меня спасает я редко когда над какой-то ситуации долго думаю переживание мне такого нету мне вот я сама себя приучила что-то мне не нравится все мне это вредно я буду пропускать мы сами мы сами можем заставить себя что-то своих недр памяти что-то вытащить и постоянно об этом думать а что-то не тут это все ни один психолог вам так особо не поможет как если вы сами себе не поможете нужно научиться сама себя вытаскивать за волосы все вот попали в ситуацию которую все время проигрываете просто сами себя вытаскивать за волосы даже представляете это визуально вот визуально это представляете как вы себя просто вытаскиваете за волосы и отодвигаете от этой ситуации я например пробовал мне это помогает Давайте тему какую-то. Пока у меня есть время, можно какую-то тему обговорить. Любую. Только не интимного характера. Я не люблю. Я вот никогда не любила, когда про секс говорили, какие-то шуточки кидали. Нет, какую-то тему можно обсудить. То есть, как я вчера, например, обсудила тему, что женщина вышла. Так интересно, я только под вечер, под конец видео, я поняла, почему эта девушка пришла на интервью. То есть, она называла себя куртизанка. На самом деле, она просто преступка. Она решила заниматься преступцией за деньги. И она, я не могла понять, чем она хвастается, что она хочет донести до людей. Ну, вот я такая хорошая. Она говорила, я вот, у меня мужчины по несколько раз вызывают. Они вот, ей 47 лет. Вот я уже этим 10 лет занимаюсь. И она, у нее мысль дуба. И только под конец интервью я поняла, почему она пришла. Она начала говорить, что ко мне жены звонят. Звонят жены и консультируются. Вот консультируются они. И я, даже платят мне деньги. И скоро я с одной своей, там, коллегой, мы планируем, ну, вот что-то вот такое, типа курса, какого-то вот курса написать, чтобы женщинам было легче, чтобы они знали, как со своими мужьями себя вести и так далее, и так далее. И я думаю, опа, приехали. Я поняла, почему ты пришла на это интервью. Для человека, который брал это интервью, это, конечно, хайповая тема такая, он будет смотреть. А для тебя это после этого интервью, к тебе будут обращаться. Но все равно это не та тема, которую нужно пускать в народ, потому что есть молодые, неокрепшие умы, есть девочки, которые еще дома ничего особо не научили, нет дома ценностей, которых они придерживались, как ориентиры. Знаете, что семья – это вот главное, хорошее отношение, ну, любовь без измен, вот это хорошо. А вот все остальное не очень. Вот у них пока не окрепли вот эти, их мотивоззрение не окрепло, им вот абсолютно не стоит слушать вот такие передачи. Слава богу, адекватными оказались многие комментаторы, что за глупость она вообще несет, что за ересь она несет и так далее. Я там тоже пять копеек свои вставила, сейчас зашла, смотрю, что он много меня поддержала, там лайков много и так далее. Есть все-таки. Не все, не все так, не все так плохо. Есть, что люди соображают, что-то она дурость говорит. И знаете, как кто-то должен сказать, вот, а король-то голый, помните? Вот то же самое из этой серии. Когда кто-то несет ересь и хочет это преподнести как за какую-то идеологию такую правильную, кто-то должен сказать, слушай, успокойся, ты вообще о чем говоришь? Это плохо, это не ок, и все. Как бы ты там себя не называла куртизанкой, или что там мужчина меняет время свое на мои деньги, что-то она там начала говорить, это плохо, и все. Об этом говорить не надо. Это можно говорить в узком кругу. Но пропагандировать такой стиль жизни не стоит. И, в принципе, каждый третий комментарий был об этом написан. Не знаю, я бы не хотела такой вот. Некоторые говорили, все, я не хочу говорить об этом канале, потому что это русскоязычный канал, не хочу его пропагандировать, и чем меньше мы будем смотреть. Я сейчас основном смотрю украиномовный интервью, потому что мне хочется, я так поняла, что мне хочется больше слушать все на украинском языке, на украинском, и это мне помогает. Помогает это мне. Сержика я мало снимаю, потому что он не хочет сниматься. Он считает, что там, когда кто-то на войне, для чего это нужно, чтобы я... Для чего это нужно, чтобы я... Хотя я говорю, ты же не убегаешь, не прячешься ни от кого. В любой момент нужно зайти и забрать. Но он говорит, что... Нет, я не хочу. И как-то не хочу уже против него идти, против его. Тошку он забрал к себе, но он нам приносит, как иногда, как внуки. Знаете, некоторые внуков привозят, а все же к нам Тошку приносят. И он такой холостый, так я его вычесываю, и боится он очень все-таки. Боже мой, в нашем городе одна ветеринарная клиника. Мы сегодня с одной знакомой зашли, сколько там людей. Вот где бизнес процветает, понимаете. Вот я еще и говорю, свои знакомые, говорю, вот надо на ветеринара было учить, потому что очередь, просто очередь. Ладно, буду я заканчивать. Пойду я сейчас к Лене завнесу консервацию. А может быть, я люблю в тепле, вот ее в тепле консервацию, там она у меня всегда. Я ее держу два дня, а потом нужно два дня держать в холоде. И тогда консервация будет стоять долго. Ну, естественно, стерилизовать нужно хорошо банки и так далее. Ладно, я просто так вышла, думаю. Думала, что мне надо делать. Потому что Азат пошел. Аня пошла в 10 класс. Она хотела всегда уйти. Добрый вечер. Она всегда хотела... Говорила, я после 9-го уйду. Я всегда говорила, да, да, уходи. А потом... Нет, я не требую абсолютно от Ани, чтобы она училась. Абсолютно. Причем наоборот, даже если какой-то предмет ей тяжело дается, она там говорит, ой, мне надо... Боже, Аня, забей. Забей и все. Я ну и шуток, что я хорошо училась. Я половину не помню того материала, что я... Нет, мне такого не было. Причем со 2-го класса это все. А хочет она... Мне все равно, кем она стала. Я хочу, чтобы она стала тем, кем она хочет быть. Она хочет на психолог. Она очень тонко чувствующая натура. Она очень тонко чувствует людей. Я иногда диву даюсь, как она чувствует. Иногда мне это не нравится абсолютно, потому что с таким восприятием так вот тонко чувствовать. Это очень ранимые люди. Она заранее предугадывает, что понравится, что не понравится. Подругам сказать. Вот такие вещи, что мне просто за нее жутко становится. Боже мой. Ну, это такие, знаете, тонкошкурые люди. Ну, в принципе, я такой была. А шкуры потом, знаете, броня нарастает в процессе жизни. Нарастает. Потом, ну, не знаю. Не. Знаете, я иногда вот так чувствовала, что человек что-то не так делает, да? Вот со школой сейчас я помню. Я никогда не выясняла отношения. Вот никогда. Аня тоже не выясняла отношения. Я просто отходила. Тихо отходила. И потом люди не могли понять, а что я отошла, а что я стала меньше общаться. А не хочется же говорить. Вот если человек не понимает, что он поступил плохо, то мне кажется, ему бесполезно это говорить. То есть хочется общаться с теми людьми, которые с тобой на одной волне, с такими же тонкошкурами, с такими же тактичными. И, ну, в принципе, ну, такие люди в основном, они одинокие. Потому что таких людей мало, и они в основном одинокие. Но в одиночестве ничего плохого нет. Это мне нравится, вот, например, когда в одиночестве очень много полезного, хорошего, мне кажется, есть. И дружеские отношения тоже надо строить. Не обязательно. Вот, понимаете, дружбу нужно строить. Над отношениями нужно работать. То есть говоришь, вот, и такая тонкошкурая, такая, так всё тонко чувствует, такая тактичная, а он нет. Всё-таки, мне кажется, вот это проговаривать нужно. Нужно проговаривать, нужно учить. Потому что не всех детей учат в семье. Что так нельзя говорить, и так нельзя поступать. Нужно учить. Почему бы, ничего страшного, если эта роль была предназначена тебе в общении с твоими друзьями. То есть нужно говорить. Потому что если не общаться, не говорить, ты будешь полностью одинок. Это, знаете, как на Новый год. Многие сидят и говорят, боже мой, вот мне так одиноко, у меня нет друзей, я там где-то все собираются, а вот мне не с кем отпраздновать. Так ты сам собери, сам, позвони одному, второму, третьему, таких людей, которые сами сидят дома и не знают, с кем справиться, например, Новый год. Таких много. Кто-то должен быть один организатор, и он должен организовать. Почему бы эту роль не взять на себя? Да, там могут минусы быть, например, не тот ресторан взял, не тот выбрал, не ещё, не то что. Но, тем не менее. Ой, у меня была, кстати, раз такая ситуация, сейчас я вам расскажу. Ну, вы пишите, что мне стыдно, что я сбежала, а мне что-то кложит. Вообще-то, а если тебе человек не поймёт, для чего ты этому сказал? Если тебя человек не поймёт, для чего ты ему сказал? Нет, ну ты конкретно развернуто ему объясняешь, просто. Развернуто объясняешь, что ты поступил так и так-то. То есть, если человек дорожит дружбой с вами, он прислушается. И даже если он не прислушается, он потом пойдёт домой, и он дома обдумает эти слова, осядут. Человек будет прокручивать. И если он вернётся, это уже ваш человек. Не вернётся, то ну и всё. У меня, знаете, были ситуации, когда вот что-то я там говорила девочкам своим, как-то они не обращали внимания. А вот прошли годы, вот несколько человек подходили и говорили, а вот ты помнишь, ты такое говорила, говорила, вот мы не обращали внимания. А вот это так оказалось верно, а я вот в упор не помню, что я говорила. Видимо, вот в той ситуации я что-то сказала, знаете, а я не успеваю всем махать. Видимо, в той ситуации я что-то сказала, и человек не прислушался, а потом он вспоминал. И некоторые говорили, вот эта и эта фраза была проводником моим. Эта и эта фраза была проводником. Ой, я вам махаю, может, я не буду отвечать. Эта и эта фраза была проводником того, что ты сказала. То есть я уже забыла, что я сказала, а для них вот что-то имело значение. Поэтому всё-таки над отношениями нужно работать. Потому что если не работать, если всё время со своей линейкой подходить ко всем, то, возможно, никакой размер к этой линейке не подойдёт. Ну, никто, по размеру не подойдут, понимаете. Все ваши ценности, все ваши убеждения. И всё-таки лучше проговаривать. Я, например, Анне говорю, что... А, она, кстати, да, она говорит. Она говорит. Какую-то ситуацию хотела вам рассказать. И, видите, у меня вылетело с головы. В общем. То есть нужно, если не работать над отношениями, их не будет. Не будете работать над русскими отношениями, у вас не будет друзей. Не будет отношения в семье, не будете работать, у вас не будет семьи. Это не зря же говорят, это работа. Ну, надо работать. То есть если вы чувствуете себя одинокими, вы по сторонам просмотрите, кому, с кем вам комфортно. И вот если вам с кем-то комфортно, вы начинаете над этими отношениями работать. Это же труд, да, могут быть разные трения. Ну, во всяком случае, вы можете просто практиковать какие-то психологические тесты или какие-то работы. Сейчас куча литературы по психологии. Читайте и практикуйте на коллегах, на друзьях. Друзья просто так... Так, чтобы человек тебя понял. Это вы, знаете, должны вырасти в одинаковых условиях. В семьях, где плюс-минус одинаковый настрой, одинаковые плюс-минус убеждения по разным, ну, разным моментам в жизни. Это очень редко кто так, у кого можно так встретить. Поэтому работайте над отношениями, ну, будьте вы проводником. Подстраивайтесь, ищите людей, которые вам близки по духу. Не будете искать, будете одиноки. И все вот так элементарно. А то, что многие уезжают, это их гложет, я не знаю, я бы не смогла. Я вот поехала отдыхать, мне было так некомфортно, мне было так нехорошо. Я вообще посчитала, что эти деньги, я буквально... Лучше бы я не ехала, понимаете. Я буквально потратила деньги. Вот я только о деньгах стала думать. Вот думаю, ну, я просто потратила. Я удовольствие не получила. Потому что я все время была с мыслями о семье, о том, что у нас там война. А здесь как-то так вот... Слишком такая большая разница была в том, что откуда я выехала и что я видела. И вот эти беззаботные лица, постоянный смех, улыбки. Особенно на круизе. Постоянно я это видела. И мне это мешало полностью отдаться отдыху. Вот отдыху. Да, мы сейчас... Вот сейчас уже мы с Аней вспоминаем. Боже, какая там еда была. Боже, какие там... Как там было шикарно. Но по факту там на месте я не могла отдохнуть. Мне все время вот эта тревога, она мне мешала. А вдруг сейчас детей заберут. А вдруг что-то там не то. В общем, выезжать, отдыхать в тот момент, когда у тебя война, я не знаю. У меня, например, не получилось. Может, у кого-то получается, у меня не получилось. Я вижу, люди выезжают, отдыхают. Наверное, это нужно поменять картинку. Ну, мне я ничего не поменяла. Я приехала только уставшая. Я приехала уставшая от этого путешествия. Лежала два дня. Что-то я вам хотела такое рассказать. Слушайте, я, видите, у меня перебила. Я люблю сама себя перебивать. Мне хлебом не кормить, да, перебить. Так что, ну, тревога, чтобы ничего не изменить. С этой тревогой надо научиться жить. А еще лучше разложить эту тревогу на компоненты. И вы ничего не измените. И чего вам переживать? Вам осталось жить максимум, если вам 20, там, 50 лет. Если вам 50, вообще вы больше половины жизни прожили. Если вам 40, тоже больше половины жизни прожили. Потому что, если считать, что человек 70 лет проживает, у нас там 70-80, то просто надо понимать, что осталось мало. И вот это мало времени нужно прожить с удовольствием. Или, во всяком случае, без особых тревог. Ну, война. Вот это даже потом, допустим, хорошо, война. Всегда раз в 100 лет, значит, получается, война бывает. Как поистой истории показывает. Видите, наши бабушки застали войну. Мамы мы застали. И дети наши застали. То есть обычно 4 поколения, вот, бывает война, и 4 поколения она затрагивает. Ну, теперь, я даже понимаю, что мы без войны бы не обошлись. Не Россия, так что-то другое было. Вообще, когда в России, в Сирии была война, кто-то очень сильно переживал, когда в Сирии была война. Я вот проводила прямой эфир с женщиной, которая вышла замуж за сирийцей. И я вот помню этот эфир. Она была очень обеспокоена. Очень обеспокоена. У нее вот видно было, что у нее прямо вот душа болела. Может быть, кто-то помнит из моих подписчиков. Я проводила такой эфир. И тогда на нее смотрела, думаю, ну, боже, Сирию бомбят. Такой народ, такой доброжелательный. Бомбят, полностью истреблят. Я так слушала, я делала вид, что мне интересно. На самом деле, мне было, ну, в Сирии, да, было какое-то сопереживание. Но очень легкое. Я понимала, что надо сопереживать людям, которые сейчас под бомбежкой. Также и про Украину кто-то так думает. Не знаю. Теперь надо войну эту пережить. И все. Мы... Надо молиться. Я молюсь постоянно, чтобы, не дай бог, чтобы поменьше людей погибало и так далее, и так далее. Мы не сможем отступить. Я так поняла, что, вот, помните, Рамине, по-моему, давал... Да, у Рамины она в основном едет на передовую. И вот, ребята, мне очень запомнили слова, как он сказал, что вы там передайте, что русские, они не такие трусы, как передают. Что они не бегут, они, наоборот, стоят насмерть. У них какой-то азарт. И нам с таким противником тяжело. Вот он хотел довести, что нам тяжело с таким противником. Потому что он не бежит, он, наоборот, стоит. Нет, а там вы все рассказываете, что они трусы, они убегают, а мы смелые. Нет, мы смелые, но и они тоже не трусы. И он хотел показать, что... Как им сложно на фронте. И что очень мало командиров толковых, очень мало... Они, говорит, их нет уже. Вот эти добровольцы, которые раньше были, они, как он сказал, они закончились еще в прошлом году. Такую фразу он сказал. Добровольцы, которые хотели пойти на войну, они закончились еще в прошлом году. И вот до какой степени им тяжело, я представляю. И я не знаю. Азарт говорит, как война началась, так она может закончиться. Сяду за стол переговоров. Неизвестно, что он мне. Он мне показывал, брал карту и показывал эти интересы. Я вот не могу это все передать. Но я так понимала, что тут очень много зависит от Китая. Ну, там такие альянсы были. Он мне это все объяснял. Азарт вообще аналитический склад ума. Он умеет это все. Он ситуацию вот так видит. И он говорит, вот пока вот здесь интересы, вот они, если будут как-то так, я не смогу это передать. Так что не все только зависит от Украины, от России и от многих других моментов. И то, что вот этот зам кого-то НАТО сказал, что надо садиться в стол переговоров, не просто так он сказал, когда забрал свои слова обратно. Не просто так он сказал. Эти разговоры, значит, где-то велись. Но это просто замкнутый круг, я считаю, потому что они не отступят. Ни в коем случае, я так понимаю. А мы тоже не можем отступить, потому что это уже предательство будет просто по отношению. Могу сказать, что обе стороны говорят, что соперники серьезные. Да, соперники серьезные. А что я серьезно? 140 миллионов их и нас сколько. И, как я поняла, они готовились к войне. И заводы, и пароходы у них есть. Сейчас оружие это делают. То есть все постоянно. И в обход эти санкции постоянно. Пекин там и все они поставляют. Это же все понятно. Хотя, что там ее бояться, я не знаю. Можно было бы, если сильно захотеть, всем миром пройти против и все. Ну, теперь такая наша судьба. У каждой страны есть своя судьба. У нас теперь такая судьба. Нам надо преодолеть этот донс. Не знаю. Главное, чтобы меньше людей погибало. А как будет меньше? Как будет меньше, я не знаю. Так что все, насчет дружбы я вам сказала. А насчет всего остального. Потом очень много пропускать и мимо ушей. Вот я вам серьезно говорю. Вот наша беда в том, каждого человека, что он каждое слово сказанное ему или кинуто ему прямо под лупой рассматривает. Человек, может быть, даже совсем другое имел в виду. А вот мы начинаем, и мы всегда в плохую сторону это перекручиваем слова. Вот мы, если мы начинаем анализировать, что нам сказали, мы больше плохого видим, чем хорошего. То есть, возможно, он не то имел в виду или еще что-то. Но все это же мешает жить дружно. Я не знаю. Я, например, так как-то спокойно за себя была всегда. Я никогда плохо не поступала. Никогда. Никогда подло не поступала. Не знаю. Никогда не передавала нищие сообщения или еще что-то. Вот я знаю, ситуацию случилось с одним из моих близких друзей всю переписку передали. Они просто общались друг с другом. И в какой-то момент что-то не разладилось. И общались, они обсуждали третьего человека. Вот один человек передал полностью скриншоты, сделал, передал переписку. И что интересно, что в этих скриншотах только одна сторона писала, а вторая сторона нет. Я вот потом спросила. Я говорю, почему вот только твои ответы были об этом человеке? А почему тот человек тоже обсуждал? Да, обсуждал. Ну вот как-то вот не писал, понимаете? Не писал. На словах говорил. А это же вот все продумано было. Это же тоже такая тактика, политика. Кто-то вот понимает, что ты пишешь, и я могу зафиксировать то, что ты пишешь. Поэтому вот в переписках вы лучше не обсуждаете никого, ничего, даже с близкими друзьями. Потому что завтра это не близкий друг будет. И вот эти скриншоты полетят к тому человеку, который вас еще больше лубами столкнется. Это вот мой совет. Никогда не в переписках, если вы даже обсуждаете третьего человека, вы потом удаляете. Просто удаляете, чтобы против вас против вас это не пошло. Потому что нету таких друзей, чтобы на всю жизнь они были. Потому что есть друзья, ситуация, когда временно вас вы свелись с людьми, которые временно интересы ваши совпадают. На тот момент вы не просто друзья, хорошие приятели, перешли в разряд друзья, потому что вы вместе делаете какое-то дело. Знаете, как вот мамочки ходят по городу. Они на данный момент друзья, они подружки. Проходит время, один ребенок в одну школу пошел, другой ребенок в другую школу пошел. Все, их интересы уже разошлись и так далее, и так далее. Так и с друзьями это бывает. Интересы разошлись, все. Особенно если друзья поженились, жены часто, если жены не сошлись друг с другом, друзей, ребят, то там дружбы между ряд, ребят может не быть. Это еще зависит от ребят. Одни такие стойки со стержнями, они могут отстоять свою дружбу. Я с этим другом дружил еще до тебя, пока тебя еще не встретил. Почему я должен не ходить? Бывает, просто эти девушки не нравятся другу. Просто не нравятся. И она всячески ставит палки и колеса, чтобы ее муж не дружил с кем-то. Тут надо мужчине сказать, слушай, я-то его знала еще до тебя. Но как-то поставить, отстоять свой интерес. Вот некоторые мужчины, чтобы не идти на конфронтацию с женами, они не могут отстаивать свои интересы. Я бы рекомендовала все-таки отстаивать интересы свои. Потому что один раз ты отошел, а второй раз уступил, третий раз, и потом ты сам себя потеряешь, и потеряешь еще отношения со своей женой также. Что-то я разговаривала. Вначале такого не было. Ладно, давайте. Буду я отходить. Сейчас мы с назадом идем в ВТБ. Не могу на сутки, если хотите. Не знаю, Коля, все это печально, а мне это... Ну, видишь, никто же не хочет. Все говорят, что конфликт еще заморозит, потом он снова... Уже потом будут наши... Анечкины дети будут воевать. Как-то сейчас надо поставить. Ладно, буду я уже идти. Мы сейчас с назадом идем в ВТБ. и этот... Ну, может, как-то я выйду в эфир заранее предупрежу. Это я так экспромтом вышла. Все, пока. Наверное, сохраним. Редактор субтитров А.Семкин